здравствуйте уважаемые друзья и дорогие коллеги мы продолжаем вещание нашего канала психфарм тв который всегда на вашей стороне и мы говорим об антидепрессантах мы говорим о выборе антидепрессантов позавчера мы с вами говорили о том как выбирать антидепрессант без всяких этих самых с н нд и тому подобное что наверное у некоторых врачей вызывает отвращение и мы предложили достаточно простую схему эта простая схема основана на простых словах которые могут быть понятны любому психиатру высокопатентные высокоактивные низкопатентные низкоактивные антидепрессанты широкого узкого спектра действий широкого которые помогают при разных этих самых депрессиях вы видите эта схема очень простая она начинается с того мы ее разбирали она начинается с того что человек определяет сам определять тяжелая депрессия или нет не на основе критериев мкб 10 а так как это принято у нас психиатрии на глазок и дальше ответив на этот простой вопрос тяжелая он выбирает высокопатентные антидепрессанты но широкого спектра действия которые годятся для любого патогенетического варианта если он говорит что нет это депрессия не тяжелой то низкопатентные антидепрессанты опять же широкого спектра действия потому что разные патогенетические варианты ими можно лечить и дальше определяется на основе того переносимость проблема или нет мы с вами выделяем антидепрессант который нам больше всего подходит ну например если мы говорим о высокопатентных антидепрессантах широкого спектра действия то это три препарата это венлофоксин высоких суточных дозах это амитриптилин и ими промин эти препараты обладают разной переносимостью амитриптилин и ими промин переносится хуже почему мы знаем что они переносятся хуже есть очень простая категория есть очень простая классификация переносимости она напечатана в журнале еще врачи ссылка вы ее можете найти 7 категорий 7 категория худшая первая наилучшая категория и если мы с вами расположим вот эти препараты в разных категориях то мы увидим что например препарат под названием ими промин один день лечения стоит 24 рубля я вовсе не могу гарантировать вам что и в вашем городе один день лечения препаратом тоже будет стоить 24 рубля опять же обращайте внимание на дозы потому что у нас имеется ввиду доза 200 миллиграммов в сутки венлофоксин высоких суточных дозах это у нас 300 миллиграмм в сутки 34 рубля амитриптилин это 200 миллиграмм в сутки это 4 рубля и мы с вами должны определить вот насколько рост этой цены и определенный рост безопасности терапии потому что чем выше категория тем лучше при на препарат переносится тем выше безопасность насколько это справедливо насколько мы с вами это можем потянуть решать к сожалению придется нам самим почему придется решать нам самим потому что к сожалению в нашей стране антидепрессанты большая часть депрессии она лечится если пациент не является инвалидом по психическому расстройству то он платит за антидепрессанты сам в отличие скажем от многих западноевропейских стран где за пациента доплачивает государство причем делает это таким образом что пациент платит очень небольшую очень небольшой процент от общей стоимости препарата есть очень интересные скажем аномалии понятно что в принципе достаточно справедливо если цена растет и растет переносимость понятно за что мы платим мы платим за увеличение переносимости но бывает что цена на самом деле падает а переносимость растет ну например стоимость одного дня лечениями промена приблизительно 24 рубля а метрептилином 4 рубля таким образом получается что цена ими промена который переносится хуже чем а метрептилин она просто завышена потому что эффективность у них примерно сходная а переносимости а метрептилина лучше если мы с вами перейдем к другой части схемы где перечислены низкопатентные антидепрессанты широкого спектра действия которые выбирают с нами тогда когда мы решили что депрессия не тяжелая то там есть четыре препарата и нам тоже хорошо бы разобраться в их цене и что же мы с вами видим что цена пипофизина меньше чем цена перлендола но цена перлендола такова может быть такова потому что он лучше переносится он находится в первой категории переносимости а пипофизин аж в пятой категории переносимости то есть вполне справедливо допустить что рост стоимости препарата связан с тем что растет безопасность терапии но насколько справедливо вот эта разница может быть разница должна быть меньше может быть это вас лучше бы устроило опять же решение за вами потому что еще раз говорю чаще всего вы платите за лечение депрессии из своего кармана но бывает аномалия и это аномалия здесь хорошо видна ну например препараты трозодон и вортеоксетин трозодон в пятой категории переносимости а вот токсетин брентеликс в четвертой категории переносимости то есть они хуже переносятся чем препарат перлендол перезидол который в первой категории переносимости переносимость хуже а цена выше очевидно что цена завышена вот что позволяет каким выводом прийти наши классификации которые мы используем это классификация антидепрессантов по их эффективности и классификация антидепрессантов по их переносимости обычно выявить вот эту завышенную цену довольно трудно потому что фармацевтическая компания на вопрос почему так дорого она может придумывать совершенно разные оправдания и вот если цена завышена то вы можете на самом деле легко определить что цена завышена как это можно сделать это можно сделать следующим образом для того чтобы продать препарат цена которого завышена используются различные рекламные кампании если цена препарата нормальной то никто обычно не заморачивается тем чтобы тратить деньги на рекламу но если цена препарата завышена то деньги на рекламу приходится тратить вот вам пример гениев маркетинга ну так черви дикие а вот смотрите опарыш мощный я не нашел к сожалению мощного опарыша как он выглядит в интернете но такой мощный опарыш он есть среди антидепрессантов что я имею ввиду вы помните препарат бринтерикс он хуже переносится по эффективности сопоставим по механизму действия сопоставим с препаратом пиразидол и вот для того чтобы его поднять скажем объяснить вам почему такая завышенная цена фармацевтической компании прибегает к специальной рекламной компании мы уже на это отвечали в своем ролике бринтерикс эффективность реальная или метанальная в чем заключается эта компания ходит по россии люди кружат сотрудники лунбек со статьей про мета анализ этого самого антидепрессанта не только и вообще всех антидепрессантов из которой якобы следует что этот препарат является самый самым эффективным беда вся в том что если кстати многие пациенты стали обращать внимание на эту статью это значит что сотрудники фирмы лунбек довольно эффективно пущают свои пропаганды но вот никто не заглядывает в таблицу где говорится о качестве этих исследований она низкая или очень низкая но такова рекламная компания вы помните опарыш мощный бринтерикс тоже мощный но цена этих доказательств очень и очень низкая в отличие от цены препаратов конечно же нужно поднять надуть не только эффективность препарата но и переносимость препарата вы видите тут очень интересная надпись это не какашки верблюда это финиковый чай или навоз деревенский свежий жирный вкусный хоть на там хлеб это все примеры маркетинга как нужно продать какую-нибудь какашку надо сказать что это какашка хорошо переносится и надо сказать что наш канал психфарм тв уже обращал внимание на то как занимаются рекламой бринтерикса дочь им просто занимаются берут и просто не говорят вам о том какое количество побочных эффектов есть у этого препарата что делается просто умалчивается о наличии этих самых побочных препаратов то есть взяли инструкцию препарата которая принята скажем на западе изъяли оттуда целый ряд положить мы это все рассматриваем в нескольких роликах название нескольких ролика вы видите здесь побочка бринтерикса нас обманули секс на бринтериксе нас обманули отек мозга на бринтериксе нас обманули, отмена Брентелекса, обман в инструкции, издана Брентелекса, мы в опасности. Нас спрашивают, а почему мы так много времени посвящаем препарату Брентелекса? По нескольким причинам. Во-первых, потому что цена этого препарата завышена. И для того, чтобы продать этот препарат, ведется массированная маркетинговая компания. Фактически, сотрудники фирмы Лунбек обманывают вас и изымают у вас средства, которые вы бы могли использовать в более, ну скажем, подходящих для вас целях. Именно поэтому мы и уделяем такое внимание препарату Брентелекса. В отличие, скажем, от других препаратов, потому что там такие маркетинговые компании, например, сейчас не проводятся, и цена этих препаратов не такая завышенная. Психварм ТВ рекомендует. При использовании простой схемы лечения любых депрессий стоит обращать внимание на стоимость препаратов. Она может быть хоть немного справедлива, если более переносимый препарат стоит дороже. Иное дело, если хуже переносимый препарат стоит дороже. Такая цена является завышенной. И для того, чтобы продать вам препарат, приходится прибегать к обману и рекламе. Пожалуйста, старайтесь не идти на поводу у обмана. Пожалуйста, старайтесь не идти на поводу у рекламы. А поможет вам в этом наша классификация и наши ролики Психварм ТВ. Вы фактически сможете вывести на чистую воду любую фармацевтическую компанию. Спасибо вам за внимание.